Привет всем! Хочу показать, как я крашусь в свой отпуск и какие продукты я беру с собой. Ну вот эта тоналка MAC, это Face & Body, я купила новую, это цвет C3. В принципе, очень даже подошел мне, хотя там других цветов и не было, в принципе, у меня особо много выбора не было. Но мне кажется, этот цвет очень хорошо подошел к моей коже. Я хочу предупредить, эта тоналка выглядит достаточно жирной, поэтому желательно, конечно, ее припудривать. Но так как пудры у меня не было с собой, я использовала только консилер под глаза. Мне, в принципе, этого было достаточно, я старалась просто не трогать свою кожу. И когда ты наносишь ее, она кажется очень-очень легкой, и в течение дня она легкая, но мне кажется, все равно на коже она как-то проявляется чуть-чуть позже. В течение 30 минут она больше проявляется, как будто ее становится больше на коже. Поэтому нанося, не переживайте, что она такая супер прозрачная. Наношу я тоналку пальцами, вот, потому что я не хочу использовать слишком много продукта и терять продукт за счет мокрого спонжа или кистей, потому что я не хочу, в принципе, даже в поездку таскать с собой море кистей. Вот, поэтому самые лучшие кисти – это мои пальцы. Я обожаю использовать пальцы в макияже. Вот, и плюс, используя тоналку или консилер, пальцы дают растаять продукту более эффективно на коже и взаимодействовать с кожей намного быстрее. После нанесения тоналки я беру консилер от L'Oreal. Это Full Coverage Concealer, который я использую под глазами, вокруг носа и на Т-зоне. Я, в принципе, достаточно щедро считаю, что мажу, но это на целый день, поэтому можно нанести также на прыщики, покраснения, возле рта, в принципе, на Т-зону. После того, как я нанесла консилер, я уже растушевываю все моими пальцами. Опять использую пальцы. Во всем всегда старайтесь использовать пальцы. И разношу до края носа, немножко заходя на спинку носа, тем самым я нос немного заужаю. Вот, и разношу в форме треугольника, то есть вокруг глаз и чуть-чуть ниже. Беру спонж и уже убираю излишки, так как этот консилер, он достаточно плотный. Я наношу его вот на верхнее чуть-чуть века и растушевываю также спонжем, убираю излишки продукта. Я надеюсь, вы заметили, как макияж выглядит натурально и как будто я, в принципе, ничего не делала. Но две стороны выглядят абсолютно по-разному. Используя консилер, конечно, вы меняете вообще цвет лица. И взгляд становится открытым и отдохнувшим. Также со второй стороны я растушевываю консилер пальцами. Растушевываю в форме треугольника. И движениями, видите, какими движениями я использую пальцы. То есть я нажимаю на кожу такими постукивающими движениями, в принципе, делая и легкий массаж под глазами. В то же время я разношу продукт, растушевываю его под глаза и над глазами. Потом снова я использую спонж, чтобы убрать излишки продукта. И у меня остается только то, что все самое необходимое на моем лице. Достаточно для целого дня и выглядит очень-очень натурально. Теперь я использую вот такой контуринг стик от KKW. Цвет такой, он сероватый для моей кожи, в принципе, очень даже нормальный. И также я беру свои пальцы и растушевываю. Растушевываю я всегда безымянными пальцами. Они достаточно мягкие, нет большого такого усилия, который я применяю к своей коже, чтобы не растягивать. Поэтому и лучше использовать безымянные пальцы, растушевывая вот так вот тихонечко. Теперь я беру кремовые румяна от Fenty, называется Яхт. Мне они очень нравятся, я их использую уже очень давно. Они очень экономичные, легко растушевываются. Очень рекомендую. Выглядят, в принципе, как румяна от Nars. Название их оргазм. Мне они тоже очень нравятся. Но пудру я в поездке не беру, в принципе. И кремовые блажь, кремовый контур держатся намного дольше в поездке. Поэтому очень рекомендую. Ну, теперь пришло время стрелочки. Я беру карандаш от Make Up For Ever в цвете коричневым. Честно говоря, не помню номер. Но он такой просто темно-коричневый, и он вот резистент. То есть он не потечет, если у меня вдруг глаза будут слезиться, или дождь, или еще что-то. Он достаточно хорошо держится. Поэтому его можно наносить как на слизистую, так и на глаза, сами глаза, то есть на веки. И я растушевываю ее такой маленькой тоненькой кисточкой, потому что я не хочу такую яркую стрелку. Это будет такая легкая растушеванная стрелочка. Растушевываю все кистью и прорисовываю каждый глаз по отдельности. Почему? Потому что карандаш засыхает, и потом я уже его не смогу растушевать. Поэтому я делаю один глаз, а потом делаю второй глаз. Вот такой коричневый карандаш. Также можно зафиксировать его и сделать более объемным, более красивым за счет теней. Но так как я в поездке, стараюсь не брать много мейкоп-продуктов. Я стараюсь брать минимум и не делать такой сильно вульгарный или такой сильно яркий макияж. Поэтому я взяла только карандаш. Мне этого достаточно, чтобы на фотографиях и чтобы на улице я чувствовала себя комфортно, чувствовала, что я выгляжу на все сто, и мне этого достаточно. Здесь я уже прорабатываю второй глаз. Обязательно нужно, конечно, брать свое время. Для этого как минимум нужно минут 15, чтобы сделать свой макияж, и так, чтобы он вам нравился. Смотрите перед собой, когда рисуете стрелочку. Так как у меня макияж еще свежий, и все тянется, карандаш еще легко растушевывается, поэтому я использую также пальцы где-то подтереть, и кисточку также тяну. А это уже карандаш светлый от Криолейн. Вот, он такой бежевого цвета, и он увеличивает глаза, освежает тоже взгляд. Ну, сейчас я буду использовать карандаш от NYX в цвете ТОП. Мне очень нравится этот карандаш, он достаточно хорошо держится, и мне очень нравится, в принципе, формула этого карандаша, она легко наносится. Сначала я рисую нижнюю линию, делаю этим самым форму, и заполняю недостающие фрагменты уже карандашиком. Тем самым, оформляя мои брови, делаю их более густыми. Брови я рисую по форме своей брови, так как у меня, в принципе, волос достаточно. Я не высчитываю по миллиметрам, какая должна быть бровь, я просто рисую по контуру своих бровей. Возможно, они получаются немножко разными, но я считаю, что брови не должны быть супер одинаковые. Если они вам обе нравятся, значит, это очень здорово. Вот, они должны подходить к каждой половинке вашего лица. Ну, а теперь я беру гель. Гель для... это вообще вакс для волос, но я использую для бровей. Приклеиваю вот так каждые волосики. Мне очень нравятся приподнятые брови, так как они приподнимают и делают такой лисий взгляд. Вот, я уже сделала ламинирование бровей, и поэтому мне намного легче их уложить. Возможно, это нравится не всем, но я люблю такую форму бровей, я люблю, когда волосы приподняты. Поэтому всегда вакс у меня есть с собой. И также я могу этот вакс использовать и на волосы, если вы хотите сделать какую-то прическу, где волосы не должны торчать, и очень легко использовать и для бровей, и для волос одновременно. И вот здесь я укладываю уже вторую бровь. Достаточно быстро это все происходит. Вот. Теперь я беру тушь. У меня две туши от Sephora. Одна вот с такой пушистой кисточкой. Я ей сначала полностью прорисовываю свои реснички. Потом я использую вторую тушь. Не знаю почему, но я люблю использовать две разные туши. Хотя они несут разную функцию, поэтому я и использую две разные туши. И они мне помогают делать такой более, как мы говорим, fuller effect, более полный эффект для моих ресниц. И поэтому я, конечно, просто рекомендую использовать две туши. Вот и вторая тушь от Sephora. Такой маленькой кисточкой. Тоже можно уже пройти в места, в которые, может быть, я не попала, толстой кисточкой, пушистой. Здесь я уже могу прорисовать самые маленькие волосики. И, видите, взгляд совершенно поменялся. Ну, а теперь перейдем к контурингу уже пудрой. Это Urban Decay палетка. Я не беру тоже большие палетки, беру самое минимум. И вот эта палетка содержит в себе и контур, и блажь, и хайлайт. Он такой, конечно, очень легкий хайлайт, говорю mild, но, в принципе, достаточно, если вы хотите выглядеть очень свежо и натурально. Вы можете поверх румян нанести тот же цвет, и таким образом это все будет держаться намного дольше, на целый день. Плюс, где бы вы ни гуляли, ни носили маску, лучше всего наносить оба продукта, и кремовые, и пудровые. Я наношу и тот, и тот продукт. Иногда наношу, иногда нет. Как вам нравится. Куда вы, смотря, куда вы идете тоже. Ну, так как мы носим маски, я стараюсь наносить чуть-чуть больше продукта, чтобы хватило на весь день. Вот. Теперь я беру маленькую кисточку и наношу чуть-чуть на bone, brow bone. Я немножко говорю на английском и на русском, просто я не всегда, не всегда вспоминаю русские слова. Так что, если что, напоминайте мне, как это вообще называется. Теперь я беру Bobby Brown. Это это lip balm. Помада для губ. Бесцветная lip balm. И поверх нее я уже могу нанести настоящую помаду, но чтобы у меня уже губы были увлажненные. Вот. Помада эта очень-очень крутая, и я ее тоже, она у меня тоже очень-очень давно. Эта помада, вот эта сухая помада от NYX. Она называется, по-моему, это цвет Абудави. И также я нанесла только на серединку и уже пальцами растушевала, чтобы очень много не было помады на моих губах, и не выглядело, что я прям губы накрасила, а выглядело, что у меня просто есть цвет на губах. Натурально, juicy. Потому что у моих губ, натуральных губ, вообще, честно, нету цвета. И, конечно, я немножко от этого страдаю, но я даже думала делать как-то тату на губы. На моем теле нету тату, но я думала, чтобы сделать на губах. Не знаю, меня, короче, отговорили. Вот это мой final look. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал, чтобы увидеть еще много интересных видео.